Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. В топку. Почему мусорная реформа дает сбои в регионе? Рекуператор выгрузил, уехал, а мусор вне портала остался. Из пепла, как барнаульский пенсионер восстанавливает права на законную пенсию. Везде ответы идут, что ваш завод данных таких нам в архивы не передавал. Такой молодец. В день рождения Ильича выясняем, как барнаульцы относятся к Ленину и помнят ли кто это. Точно не похож на Ленина и возраст не тот. Сухая ветреная погода в крае вновь спровоцировала всплеск палов травы. Многие жители Барнаула сегодня утром наблюдали плотный столб дыма в районе речного вокзала. Это горели заливные луга. В МЧС заверили, угрозы населению нет. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Пожары были зарегистрированы и в районах края. Возле камня на обеих горело 100 квадратных метров, а около Заринска площадь Пала составила 200 квадратов. Напомним, в этом году пожароопасный сезон в крае объявлен на неделю раньше обычного с 5 апреля. Всего в регионе под угрозой 187 населенных пунктов. Жители призывают быть осторожными. В крае накаляются страсти вокруг мусорной реформы. Взаимопонимания между прежними участниками коммунальной сферы и новичком-рекоператором достичь не удается. Анастасия Дороган встретилась с участниками мусорной безопасности жителей и попыталась понять, почему ситуация не сдвигается с места. Четыре месяца, как на Алтае, проворачивается мусорная реформа. Да так, что некоторые депутаты выступают за ее отмену, мол, регион к такому не готов. Сбои система дает и в краевой столице. В частном секторе бесстарная система сбора мусора. Пакеты выстраиваются вдоль дороги, и тут главное, чтобы их успели забрать, прежде чем их растащат собаки. На момент съемки 11 часов дня. Мусор может стоять и после обеда, объясняет руководитель ТОС Виктор Юдин. А это как-то будет решаться? То есть будет заключен какой-то договор с прописью конкретных часов? Ну, он бы как бы и определен, но не соблюдается. Происходит ли это потому, что рекоператору не хватает машин, неизвестно. В целом же, по словам Юдина, они нашли общий язык с рекоператором и договор заключили, что сделали далеко не все управляющие компании города, хотя официально такой информации нет. И пока уборка выглядит так. Это не твердый коммунальный отход, но все же мусор, и люди тащат его к мусорке, а другие смотрят и приносят в общую кучу. Рабочие опустошают портал, подбирают за собой и на этом свою работу считают законченной. Рекоператор выгрузил, уехал, а мусор вне портала остался. До января 2019 года контейнерные площадки и сами контейнеры были в ведении управляющих компаний. После января складывается ощущение, что никто не знает, за что отвечает. Содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Под содержанием включается в себя организация контейнерной площадки, а ее строительство и оборудование в соответствии с нормами СанПИН оборудования, ее баками для сбора отходов. Начнем по порядку. Контейнеры. В телефонном разговоре рекоператор сообщил, что покупать их должны УК, или брать в аренду у него же. А по постановлению правительства, приобретать баки должен рекоператор. Правда, такие расходы в тариф сейчас не включены. Но и рекоператор за 4 месяца работы ни разу не обратился в краевое управление ценообразований, чтобы разрешить проблему. Теперь вопрос уборки. Еще одно постановление сообщает, что из обязанностей управляющих компаний уборку контейнерных площадок вычеркнули. Надзорный орган, жилинспекция, оперируя другим документом, сообщает. Уборку контейнерной площадки должна осуществлять управляющая организация. А уборку мест погрузки при транспортировании, допустим, с контейнерной площадки ТКО в мусоровоз, если что-то просыпалось, то это лежит обязанность на региональном операторе. Нечеткое законодательство оборачивается такими дворами. Складируемый рядом мусор не поднимает ни УК, ни рекоператор. Все эти моменты как раз и мог прояснить договор, но заключить его не могут. Коммунальщиков не устраивают условия, которые туда вписал рекоператор. Например, там есть такие пункты. Если проезд к мусорке невозможен, рекоператор уезжает, а услуга считается оказанной. То есть люди платят ни за что. Или за долги населения рекоператор имеет право расторгнуть договор с управляющей компанией. Но кто тогда будет убирать мусор, если рекоператор монополист? А ответственность перекладывается на УК, хотя она в данном случае лишь посредник, но будет отвечать за долги жителей. Получается по факту, что если я исполнитель услуг, я должен стопроцентно рассчитываться за ресурсы, которые предоставляет мне. Я вообще считаю, что это определенный узаконенный механизм банкротства управляющей компанией. Долгое время было. Некоторые управляющие компании отсылали рекоператору свои предложения, но в ответ получали отказ. Тем не менее, по словам экспертов, коммунальщики и рекоператор ведут переговоры. За четыре месяца два совещания. А каждый день во дворах растут горы мусора. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а сами барнаульцы за три дня убрали полторы тысячи квадратов от мусора и пыли. Всего на городскую уборку вышло более 40 тысяч человек. Больше всего желающих навести порядок собрал парк Изумрудный. Сюда приехал и губернатор, и члены правительства, и депутаты. С территории вывезли две с половиной тысячи мешков с мусором и старой листвой. Наша съемочная группа тоже отправилась на уборку в парк, рассказывает Ирина Корчагина. Уже прямо сейчас стартовал наш массовый субботник. Субботник в Изумрудном и правда получился массовый. Более двух тысяч человек пришли спасать деградирующий парк. Работали все, невзирая на чин и возраст. Мы всегда делали субботники. С самого детства субботник, мне 83 года. Но если для кого-то совместная уборка дань традициям, для других – стимулирование продаж. Конкурсы, мастер-классы. Например, карту субботника в Изумрудном составила компания, продающая строительные материалы, а не общественность. Такое наличие предпринимателей поставило под сомнение идею народного субботника. Ну вообще пришли, как бы сказали, подарки будут давать, тоже приятно. Мы сегодня чистим город, чтобы он стал чуть чище, и шаурма была вкуснее на свежем воздухе. Всего с территории вывезли более двух тысяч мешков с мусором и прошлогодней листвой. Собирать мусор и клещей вышел чуть ли не весь депутатский корпус. Забавно получается, если пройти чуть вглубь парка, подальше от конкурсов, музыки и приглашенных гостей, попадаешь в место, которое многие считают позором Изумрудного парка. И это место почему-то сегодня все игнорируют. Именно здесь в течение полугода было срублено более 700 деревьев. Тотальная вырубка в Изумрудном началась в 2017 году, когда в парк зашел новый арендатор Владимир Фишер. Незаконный спил нанес ущерб в 15 миллионов рублей. Здесь остался сухостой, появились грузуны, все поросло бурьяном, бороться с которым желающих нашлось немного. И не случайно в день субботника к чиновникам было много вопросов о дальнейшей судьбе парка. По периметру парка планируем сделать велодорожку хорошую с роликами там. А зимой будем трамбовывать ее снегоходом, будем лыжную трассу делать. Все это бросим на обсуждение общественности. Вот как общественность решит, так и будем делать. Вынесем на инстаграм, на сайты. Пусть найдем разумное зерно. Сергей Догин пообещал, что уже к концу этого года горожане не узнают Изумрудный. В ближайшее время власти хотят перевезти парк из краевой собственности в городскую. Планируется, что в парке очистят озеро, заменят ограждение и увеличат парковку. Все эти предложения вынесут на обсуждение общественности. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Кстати, сегодня исполняется 149 лет со дня рождения человека, благодаря которому появились субботники. Первая акция бесплатного труда на благо общества прошла ровно 100 лет назад. Как ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог. Мы прошлись по городу и поняли, как же все-таки по-разному. Бурнаульцы относятся к вождю мирового пролетариата. Да и вспомнили его далеко не все. Ну, мы вот ходили на субботники и вот отмечали, мы ждали, что 22 апреля у него день рождения. Догадываетесь, кто это на фотографии? Возможно. Да, мне кажется, это Ленин. Не? Да, это Ленин, сегодня день рождения, 149 лет. Ох, ничего себе. Ну, мне кажется, он был хорошим правителем. Ну, то есть он помог стране как бы сильно и развил ее немножко. Ну, сложно. Я даже предположить не могу. Ну, литература. Мне кажется, это область. Писать. Был такой человек. Он что-то сделал. Все, как бы... Дети, смотрите. Это наш великий Владимир Ильич Ленин. Что, смотрите, он детям конфетки дает. Что, и вам тоже он конфетку даст. Вот, вот, смотрите, какой он хороший. А мог бы и ножичком по горлу полоснуть. Точно не похож на Ленина. И возраст не тот. Черт возьми. Это действительно Владимир Ильич Ленин? Серьезно? Когда был Ленин маленький с кудрявой головой. Ну, да. То, что у него вообще есть наличие волос, это немного смущает. Идеальных людей, конечно, нету. Но были, конечно, у него свои ошибки наверняка. Но отрицать его роль в истории нашей страны, мне кажется, это тоже неправильно. Продолжим выпуск. Сгорел завод, а вместе с ним и его пенсия. После пожара на радиозаводе не сохранился и единственный архив с информацией о зарплате сотрудников. Анатолий Апанович, чей стаж на предприятии 20 лет, сейчас по закону может получать только минимальную пенсию. Есть ли пути вернуть законную, трудом заработанную пенсию, пыталась выяснить наша съемочная группа. 7251 рубль. Едва ли такую пенсию ожидал Анатолий Апанович после 20 лет работы шлифовщиком на Барнаульском радиозаводе. По факту он там работал с 1974 года, по 1994. Но по документам Анатолий там никогда не числился. В 2016 предприятие сгорело. Вместе с ним вся информация о бывших сотрудниках. Копии не нашлось и в городских архивах. Поэтому подтвердить свой средний заработок оказалось не так-то просто. Не по моей вине я предоставить не могу. Все архивы прошли. Все и налоговые, все и Министерство обороны, как это самое, везде ответы идут, что ваш завод данных таких нам в архивы не передавал. Обойдя все инстанции, Анатолий обратился к уполномоченному по правам человека. Здесь посоветовали. Подтвердить средний заработок можно с помощью косвенных данных. Например, показаний свидетелей, коллег. Но ни в пенсионном фонде, ни в суде это не сочли доказательством. Возможность разрешить несправедливость все же есть. Обычно в таких ситуациях сумму дохода проверяют через налоговое отчисление. Но архив местной ФНС был создан позже основания завода. Заработная плата начислялась на сберегательную книжку. У нас по ходатайству стороны ИСА и СУ самостоятельно у нас направил судебный запрос в отделение банка. Если у нас в ответ на судебный запрос будет представлено подтверждение относительно поступления заработной платы, то это будет являться основанием для удовлетворения исков. Об исходе дела Алексея Апановича можно пока только догадываться. Окончательное решение будет известно только 6 мая. Тогда проведут повторное слушание. А до тех пор пенсионер продолжает надеяться на достойную пенсию за честный труд. Илья Кочетков, Ирина Харитон, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле пазажирский автобус сегодня задавил 40-летнюю женщину. Происшествие случилось на Конечной в районе ВРЗ. По данным ГИБДД, 48-летний водитель автобуса 33-го маршрута сдавал назад. Мужчина не заметил движения сзади. Женщину повалило на асфальт. Автобус переехал ее. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса никого не было. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сегодня у православных христиан началась Страстная Седмица. Это последняя неделя перед Пасхой. Самая важная и самая строгая неделя всего церковного года. Она посвящена последним дням жизни Христа, его страданиям, распятию и погребению. Великий понедельник вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа и проклятие Иисусом греховной смоковницы. В понедельник начинается ичин мироварения. Мира варят три дня из смеси душистых трав, благовонных смол и растительных масел. Страстной вторник вспоминают проповеди Иисуса Христа и его притчи о талантах и десяти девах, а также о воскресении мертвых и страшном суде. Предательство Иуды, продавшего учителя за 30 серебряников, вспоминают в страстную среду. Именно в среду принято исповедоваться. А причащаются в страстной или чистый четверг. В этот день готовят дом к Пасхе, начинают печь куличи и красят яйца, вспоминают тайную вечерю. Пятница – самый строгий день, день траура, когда вспоминают о страданиях Христа на кресте. В этот день по монастырскому уставу отказываются от всего, даже от пищи. А в остальные дни недели можно есть только постный хлеб и термически необработанную пищу. Пить только воду. На торжественном богослужении в страстную субботу говорят о погребении Иисуса. Священники уже надевают светлые праздничные облачения, освящают куличи и крашеные яйца и Пасхи. А вечером начинается самое главное – служба. Верующие встречают Пасху. В этом году она выпадает на 27 апреля. Прыжки сильных животных под управлением юных, но решительных людей. Накануне в крае прошли первые конные соревнования в закрытом манеже. Участие приняли всадники всех возрастов из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка и Алтайского края. Об особенностях такого спорта далее в сюжете. Зревичность и азарт – главные составляющие конкура – конных соревнований с преодолением препятствий. Именно так завершаются первые конные состязания в закрытом манеже. Площадка в селе Фирсово новая, поэтому и участников немного – 20 человек со всей Сибири. Но, как утверждают в Федерации конного спорта, первый опыт оказался удачным. Обычно первый блин к комам. Здесь хочется сказать, что кома нет. Очень достойный уровень, организация и состав. Потому что к этим соревнованиям к участию приехали и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта. Конечно, категория дети подразумевает, что это все-таки дети, но взрослые садники уехали очень титулованные. Такая неудача – не редкость в конкуре. Со стороны препятствия может и не выглядеть слишком серьезным. Но на самом деле, чтобы его преодолеть, всаднику необходимо моментально рассчитать силу прыжка и знать особенности своей лошади. Животное, как правило, самостоятельно преодолеть барьер может. Мешает неуверенность самого человека. Барьер, он называется тройник. Это широтно-высотное препятствие. Оно прыгается достаточно легко и хорошо воспринимается лошадьми. Но всадники, поскольку оно очень объемное, большое, всадники на него всегда поглядывают так с осторожностью. Кроме конкура, всадникам выпало показать себя и в манежной выездке. Среди конкурсантов уже появился лидер – Кристина Завьялова. Благодарить счастливую кличку своего коня – победитель. Я настраивалась просто проехать на лошади, которая в дальнейшем планируется к выступлениям для маленьких ребятишек. Просто настроить его на боевой лад, чтобы он посмотрел на новое место, посмотреть, как он себя в новом месте поведет, попрыгал, новые препятствия. Собственно, ради этого сюда и приехал. Ну и пока удачно все проходит. Все прошло удачно, мы выиграли. Позже именно она и займет высшую ступень пьедестала. В юношеском зачете первое место заняла участница из Барнаула. Среди детей золото взяла всадница из Кемеровской области. Пусть конный спорт и менее распространен, чем футбол, но его популярность продолжает расти. Ведь садиться в седло можно даже малыша. Дарья Демиллер, Ирина Харитон, Александр Антропов. День с толком. Яркий финал яркого проекта. В Краевой столице состоялась премьера юбилейного сезона театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф». Как это было в нашем следующем сюжете. В фойе Дворца культуры Барнаула яблоку негде упасть. Зрители в ожидании премьеры. Нетерпение нарастает и за кулисами. Необычный проект объединил и влюбил в театр бизнесменов, менеджеров, юристов и журналистов. Они в течение трех месяцев осваивали новую для себя роль настоящих артистов. Мы открываем театр! На сцене 25 человек. Под руководством четырех профессиональных режиссеров они подготовили четыре разные постановки. Провели ликбесы театре, рассказали историю о Доне Жуане, сыграли яркие образы героев Ворыпаева «Город, где я» и оживили рассказ «Шукшина». Был очень интересный двух-почти трехмесячный процесс. Он был крайне любопытный с точки зрения общения, с точки зрения выстраивания отношений между людьми абсолютно разными. Какую роль играет режиссер, я познакомилась и узнала только здесь. То, что от этого человека зависит творчество, идея и сплоченность коллектива актерского. Это из зрительного зала. Кажется, что игра актеру дается легко, но каждый из участников знает, чего стоит такая легкость. Многочасовые репетиции, жесткий дедлайн и выход из зоны комфорта. Несколько недель подряд участники проекта жили новой для себя жизнью. Мне все время хотелось такой, знаете, лихой от себячины. Режиссер меня все время останавливала. И я как бы, пока мы не стали в группе, один эпизод в другой перетекает, мне не казалось это важным. Потом я понял, что труппа это вот прям как кулак. Все, что задумано, сделали, даже под конец, может быть, когда расслабились и чуть больше. Поначалу немножко такая зажатость была, но все равно удовлетворение собой и сделанным проектом. Финал подарил яркие эмоции не только участникам, но и зрителям. На самом деле впечатления очень двоякие, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что на сцене непрофессиональные актеры, это представители бизнеса, а с другой стороны, ты не замечаешь этого, потому что ты наблюдаешь за таким небольшим миром. Новой в пятом сезоне стала не только площадка впервые на сцене Дворца культуры, но и масштаб. Проект поддержал Комитет по культуре города, а посвящен он Году театра в России. Очень здорово, что журнал «Автограф», и мы к этому делу подключились, я этому очень рад, дают такую возможность, дают людям уже в зрелом возрасте практически, уже где-то реализованы в своей профессии, в своем бизнесе, реализовать себя и в таком творчестве. В этом сезоне, как в прежние годы, 100 рублей с каждого проданного билета будет направлено на благотворительность. На этот раз в помощь театральной студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. Дорида Миллер, Николай Шелко, Андрей Печеркин. День с толком. В Барнауле назовут имена лучших директоров 2018 года. Традиционный конкурс проводят уже в 16-й раз. Золотые медали, подтверждающие почетное звание, получат 30 руководителей предприятий. Промышленники, аграрии, строители, врачи и не только. Благодаря их труду растут объемы производства, продажи и заработная плата сотрудников, отмечают организаторы конкурса. Церемония награждения лучших директоров 2018 года состоится 23 апреля в 15 часов во Дворце культуры Барнаула. Далее о погоде. Я же прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова